Издательство Эксмо. Евгения Михайлова. Синдром Дездемоне. События и персонажи романа вымышленные. Все совпадения с реальными фактами случайны. Часть первая. Утро. Даша выбиралась из сна, как из густой и липкой тины на дне реки. Это было так тяжело, что ей не хватало дыхания. Она уже просыпалась, ощущала влажную кожу, тяжесть спутанных волос, но какая-то часть сознания оставалась ещё там, в таинственной беспросветной глубине. И ей казалось, что испарина на лбу – это капли крови. Она уже была тут, на своей подушке, под скомканной простынёй, но не хотела поднимать ресницы. Грозовой гибельный омут её сна оказался сейчас важнее и предпочтительнее, чем тоска неприбранной обыденности, которая сейчас набросится на неё со всех сторон, как стая голодных бездомных кошек. Двоюродная сестра Светлана, боец по жизни, обладательница стойкого и жизнеутверждающего характера, пару раз приехала к ней утром, понаблюдала тягостный процесс возвращения к действительности. Мгновенно сформулировала вывод и сделала его программным в отношениях с Дашей. Она повторяет это при любом разговоре с терпением и металлической настойчивостью робота. «Даша, преодолей себя только один раз, и это станет привычкой». Нет, это станет твоим спасением. Не ложись спать, пока не вымоешь как следует всю квартиру. И для здорового сна полезно, и проснёшься, как нормальная ухоженная женщина в комфортной обстановке. И всё сразу пойдёт по-другому. «Ты мне поверь, я на 15 лет старше тебя, и нет у тебя такой проблемы или вредной привычки, с которой я бы не умела бороться». Даша или кивала, или меняла тему. При всей логичности и справедливости Советов Светы на Дашу они действовали, как удар лопатой по голове. Эти жуткие слова «преодолей», «умей бороться». Даша хочет не уметь всего этого. Она хочет не бороться и не преодолевать. К вечеру Даша всегда чувствовала себя уставшей и выжатой, как лимон, даже если большую часть дня пролежала на диване с ноутбуком на животе. Это была утомлённость души, мозга, совести и всего остального. С этим всем пол не моют. С этим или сладко страдают, или находят фильм, который попадает в настроение, так что легко преодолеваешь границы разных существований и становишься героиней, жертвой, пленницей киношной судьбы. Как это всё объяснить Светлане, которая кино вообще не смотрит? Оно ей кажется причудой лентяев и глупостью, засоряющей упорядоченную жизнь. Как и умозрительные страдания, тоска ума или совести. Светлана – врач. Стоит Даше заикнуться обо всём этом, как кузина начнёт предлагать ей лекарства и постарается затащить в лучшем случае к психотерапевту, в худшем – к психиатру. В какой-то степени, конечно, не обойтись без преодолений. Даша повернула голову, чтобы взглянуть на холодный свет электронных часов. Ну да, труба зовёт. Она сунула ноги в тапки, сделала пять шагов к окну и раздвинула шторы на такое расстояние, какое может вынести, начиная день обязательств и поступков. Каждое утро она видит тот же кусочек двора, то же чёрное дерево и ту же или очень похожую соседку, которая тяжело тащит два пакета из магазина. Серый воздух, белый снег и отражение в стекле, собственной встрёпанной головы со стрижкой лесенка. Даша вспомнила картинку из интернета. Карикатурный ёжик стоит на двух тонких задних лапках у окна, и все его иголки растопырились от страха или недоумения. Так уныло то, что он видит. И подпись «Я проснулась не в Париже, и на завтрак не коньяк». В тёплой ванне Даша уже была в состоянии думать о неумолимой последовательности действий. Что-то приготовить, проглотить, выпить кофе и дочитать последние страницы романа модного автора детективов. Найти или придумать особый смысл всей этой длинной истории с поиском убийцы и написать короткий текст, который заставит всех людей, умеющих читать, искать именно эту книгу. Иначе не видать им ни истины, ни покоя. Даша – пиарщица издательства. Текст должен заинтриговать читателя, устроить руководство и не вызвать жестокого сарказма у автора, мрачноватого человека с тяжёлым взглядом и насмешливой складкой сухих твёрдых губ. Этот Масленников когда-то был экспертом-криминалистом следовательской группы по особо важным делам. И теперь он без слов даёт понять всем, в частности Даше, что на свете нет более важных дел, чем он сам и его романы. Голубой свет монитора, любимая мелодия, запах кофе очень быстро создавали Дашину рабочую атмосферу. Финал романа был неожиданным и показался достаточно сильным. И знал бы этот Масленников, сколько справочного материала Даша может перелопатить, чтобы написать три абзаца, лишь бы не показаться автору дурой. Впрочем, она не знает, читал ли он хоть один её текст. Просто говорят, что он скандалит даже из-за ошибки корректора. День. Даша отправила работу. Перешла к следующему пункту плана на сегодня. Это проще. Маленький коллективный сборник рассказов. Но сначала она позвонила маме, выслушала перечень симптомов, которые могут быть, на мамин взгляд, проявлениями вялотекущего ковида. Даша попросила маму успокоиться и час читала всё, что могла найти в поиске по этому поводу. Причём старательно выписывала фамилии авторов медиков. Потом задала пару вопросов специалистам и просто знатокам на своей странице Фейсбука. Получила исчерпывающие ответы. Всё передала маме с цитатами, фамилиями и званиями. «Вот спасибо, доченька», — бодро сказала мама. «У меня всё прошло, пока мы говорили. Даже есть захотела». Хорошо, что ты позвонила. А то я собиралась нашей Свете звонить. А ты знаешь, как она умеет закошмарить. «Как ты думаешь, Светлана хороший врач?» Слышала, что её ценят в клинике. Но я бы, конечно, к ней лечиться не пошла. Даже если бы была отчего. Просто потому, что родственница. Болезнь — это очень личное, интимное дело. Легче довериться чужому, безразличному человеку, чем родне, которая потом не отстанет от тебя с этим знанием. Может, ты и права. Хотя само сознание, что в семье есть врач, как-то успокаивает. Но не профессия, конечно, главное достижение нашей Светланы. Главное — её муж. Точнее, способность женщины сделать верный выбор, а свою жизнь устойчивой, защищённой, благополучной. В этом месте Даша всегда сообщала маме, что в её дверь звонят и прерывала контакт. Потому что всё, что касается чужих удачных замужеств и устойчивых судеб, это на самом деле тоскливые баллады о Даше, у которой ничего этого нет. По крайней мере, так кажется маме. После паузы Даша перезвонила маме, сообщила, что ей в дверь звонила соседка, просила разменять пять тысяч. «Мама, мне ещё сегодня нужно поработать. Но если получится, попробую к тебе заехать. Не сегодня, так завтра». «Хорошо», — обрадовалась мама. «Я тогда пойду тесто месить для пирожков с капустой». «Но очень прошу. Если до темноты не успеешь, лучше давай отложим. У нас ничего срочного, а я очень не люблю, когда ты по вечерам ездишь». «Договорились». «Мам, слушай, я у тебя давно спросить хотела. Мы с тобой когда-то бежали в темноте? Может, когда я была совсем маленькой?» «Какой странный вопрос», — мама ответила не сразу. «Мне трудно вспомнить. У детей бывает такое яркое восприятие. Ты что-то запомнила как событие, а для меня, возможно, это был какой-то обычный вечер, когда я торопилась домой, чтобы тебя покормить. Наверное, и с садика забрала». «Я не запомнила. Мне снится один и тот же сон. Ерунда, конечно. Но это не о том, как меня вели из садика». «Может, и не о том». Голос мамы прозвучал глухо, как будто она резко отодвинулась от телефона. «Звони, как соберёшься». Даша с удивлением слушала гудки отбоя. Мама никогда не обрывала разговор первый. И сейчас Даша впервые чётко сформулировала для себя мысль, которую обычно задвигала на задний план. Они с мамой никогда не говорили о прошлом, которое Даша не могла отчётливо помнить. До школы. О том, как мама была молодой, а Даша маленькой. Об отце, которого Даша помнит смутно. Ни слов, ни поступков, ни даже чётких деталей внешности. Лишь тяжёлое облако каких-то опасений и тревог. Конечно, можно задать вопросы маме и всё понять даже в том случае, если она не ответит. Но это гораздо большее преодоление, чем решиться на вечернюю уборку по совету Светланы. Нужно ли это кому-то из них или обеим? Вряд ли. Людям достаточно тех проблем, какие им готовят каждый день.